В этом видео мы поговорим о получении данных по рельефу местности. В данном случае мы рассматриваем данные SRTM и T. Ну и давайте рассмотрим несколько источников этих данных. Первый основной источник это сайт USGS Геологической службы США. Как на нем ищутся данные по рельефу. Давайте мы определимся с некой территорией. Меня интересует, допустим, Казмодемьянск. Что мы делаем? Мы здесь выбираем первое, что границы, да? В данном случае юзерматиск нажимаю, то, соответственно, я выбираю то окно. То есть можно поправить, соответственно, вот эти точки. Вот это такое. Ну и дальше. Датасет. Переходим. Здесь сложно искать. Ну и выбираем просто SRTM. SRTM. Вот эти SRTM одна акросекунда. То есть это вот выделилось. И соответственно, можно нажать результат. И вот он, этот растр высоты SRTM может быть отображен. Если мы нажмем, то вот этот растр, то есть еще так, нажмем, то есть отображается вот таким образом. Учтите, что на данном сайте нужна регистрация. Регистрация такая довольно-таки сложная. У многих с первого раза не получается. Там в основном нужно выбирать тематику вашу, некоммерческую. И, скажем так, что-нибудь экологию и так далее. Тогда регистрация более-менее успешно пройдет. Вот такой первый ресурс. И, скажем так, уже дальше нажимаем. И вот можно скачать три формата. Я уже их скачал. То есть вот такие. Вот один, второй и третий бил. Ну, он фактически вот такого формата. То есть, соответственно, мы можем их добавить, допустим, в любую геоинформационную систему, которая поддерживает эти форматы. Ну, давайте возьмем QGIS. Удалим. Тут у нас все лишнее. И посмотрим. Так. Так можно добавить эти данные. Ну, вот очень просто берем. Вот таким образом. То есть можно через менеджер файлов, да, то здесь мы можем вот таким образом просто взять и перенести. Вот у нас в данном случае рельеф. Давайте посмотрим его разрешение. Вот так увеличим. Линеечку возьмем. И попробуем начертить. Ну, вот где-то 35 метров разрешения. То есть, это широта где-то нижнего, нижнего Новгорода, Казани. Соответственно, на экваторе 30. А чем севернее или южнее, то, соответственно, это разрешение, скажем так, увеличивается. Значение имеется в виду разрешение увеличится. То есть ухудшается качество. То есть вот такой первый источник. Давайте ко второму источнику перейдем. Есть вот такой сайт. Здесь группировано по листам миллионников. Ну, допустим, берете, щелкаете и, соответственно, скачиваете. Ну, здесь я не показываю. Давайте посмотрим у нас источник. Второе. Вот таким архивом. И, соответственно, в нем порядка 24 файлов разбитых территорий. Ну, и давайте на ту территорию, которая есть вот у нас. Да. Я вытащил отдельный файлик. И давайте посмотрим его разрешение. Давайте отключим. Нижний. Увеличим. Здесь, видите, немножечко другого разрешения. Давайте посмотрим. Здесь 50 даже. Поверху. Ой, по долготе и по широте у нас, смотрите, 94. Вот такие данные. 94-92. Вот как бы так. Дальше. Следующий источник. Акстер Астаркдем, японский источник. Соответственно, здесь что у нас? Давайте в нашей территории найдем. Так, больше не увеличится. Давайте выделим. Вот такой диапазончик. Соответственно, даже вот он показан, этот файлик. Соответственно, ведь два вклада нажимаем. И можно скачать. Ну, вот, не скачиваем. Давайте. У меня уже скачено. Рельеф. Так. Акстер Астаркдем. То есть, вот в таком архиве. Ну, это уже формат не SRTM-овский, а демовский. Смотрите, отличие этих форматов в том, что SRTM у нас до 60-й широты идет, как северный, так и южный. То демовский формат, соответственно, у нас немножечко больше. Так, давайте попробуем добавить. Аналогично можно добавить. Так. По-моему, этот фейс, не ошибаюсь. Да, он. И вот, смотрите, его разрешение какое. Так, минуточку. Вот. Ведь вот он уже рельефчик немножечко по-другому. Если мы покажем, давайте. Вот видите. Более подробный. Но, скажем так, данные уже не мало сфильтрованы. Видите, разрешение у нас тут вот такое. Давайте посмотрим, сколько здесь. Так. Ведь 17. Вот. Сори. 17. 17 на 30. Вот такого разрешения. Демовские. Демовские данные. Дальше что? Следующий источник. Это сайт NASA. Ну, можно не скачивать. Скажем так, тоже нужна регистрация. Руноу. Регистрация здесь, скажем так, несложная. Ну, давайте посмотрим. Так. Ну, к сожалению, здесь проекция 4326. Ну, вот так как бы выложим. То есть здесь мы можем задать полигон. Допустим, давайте начертим. Вот так. Соответственно, у нас вот тут данные есть. Сентенел, кстати, один. Ну, и, соответственно, рельефы. Так. Что-то у нас не те данные. Наверное. А, вот щелкнуть надо. Кстати. Чего-то не ищет. Давайте полигончик. Сделаем вот так. Так. Где рельеф? Австер. Давайте нажмем. Ну, и вот. Вот он. Фактически. Вот такой растр. То есть можно, соответственно, сохранить. Я его сохранил. Так, рельеф. Вот массовский. Видите? Вот они один к одному. Что на японском сайте. То есть, фактически, можно даже не показывать. Ну, давайте носа посмотрим все-таки. Так. Носа, 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 носа. Так. 03. Они видите, даже файлы так же называются. То есть здесь отличий, скажем так, вы никаких не увидите. Видите, даже ничего не меняется в картинке. Ну, и так далее. Так. Следующий сайт. Вот такой. Здесь. Нажимаем с RTM Data. Здесь на 5 градусов. 5 на 5. И, соответственно, вот здесь. Сложная картинка. Соответственно, вот выбирать. Допустим, выделили что-то ACR. И вот вам показывают, какая область. Вопрос здесь. Вот эти данные тоже кривые. До Влад. Нажимаем и, соответственно, скачиваем. Ну, на ту территорию, которая у нас есть, у меня такой файлик, получается, где-то размером. Так вот, 46, да? 46, я, по-моему, если не ошибаюсь. На 16 мегабайт. И, соответственно, распаковывается где-то на 70 мегабайт. Давайте подключим, попробуем. Там написано разрешение 90. Минуточку. Ну, здесь глянем, насколько. Вот. С RTM. Так. Давайте отключим. Соответственно, вот. Так и измерим. 51. Здесь 92. 92. Ну, да, 90. Скажем так. Так. Ну, давайте закроем. Так. И еще один источник. Вот этот. Вот здесь вот. В данном случае нужно, нужна регистрация. Мы посмотрим тоже на сайте NASA. Вот на этом сайте. Соответственно. И давайте. Ну, здесь хоть есть карта, подложка нормальная. То есть мы можем, соответственно, выбрать. Так. Где у нас? Вот. Муртия. Мриэл. Так вот. Вот. Космодеменская. Вот, допустим. И, соответственно, мы можем нажать до Влад. Такой зарегистрированный. И у вас получается вот такой файлик. Так. Вот он. Заархивированный. Давайте распакуем. Здесь. И, соответственно, вот файлик 25 мегабайт. Ну, давайте попробуем его подключить. Аналогичным образом. И посмотреть, сколько у него разрешения. Так. Давайте померим. Так. Ну, 15-17. Где-то в районе. Да. И 30. Ну, вот так. Вот. Условно говоря. 6 источников. С которых можно скачать данные по рельефу. Выбирать, соответственно, тот или иной источник вам. Так что, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Комментируйте.